Ренат Акзамов чемпион России по кондитерскому искусству и популярный пекарь среди звезд российского шоу-бизнеса. В год кулинар создает от двух до двух с половиной тысяч тортов, которые можно смело сравнить с произведениями искусства. Ренат Акзамов по отчеству Лемарович родился 13 апреля 1981 года в Киеве по знаку зодиака Овен. Родители мальчика по национальности татары. Отец работал шеф-поваром на железной дороге, поэтому владел секретом приготовления многих национальных и европейских блюд. Особенно ему удавался плов. После рождения детей в семье воспитывался еще один сын Тимур, Акзамовы переехали на постоянное место жительства в Сочи. В 7 лет мальчик впервые попробовал себя в выпечке кексов и печенья. В 10 лет Ренат уже умел печь хлеб. В детстве у него была копилка в форме свинки. Когда сбережений оказалось достаточно, Акзамов купил на них свой первый миксер для приготовления десертов. А спустя 3 года подросток узнал секрет приготовления карамели. В 16 лет Акзамов порадовал близких первым созданным самостоятельно тортом. Брат Тимур Акзамов разделял интерес Рената кулинарии, что в конечном счете и определило их биографию. Обращаться с ножами и продуктами ребят научил отец, а бабушка вдохновляла на эксперименты с едой. Ренат и Тимур Акзамовы стали знаменитыми кулинарами благодаря интересу к пище, привитому в семье. Помимо увлечения кулинарией, в школе Ренат проявлял незаурядные математические способности, ежегодно занимая первые места на краевых олимпиадах. Тем не менее, юноша не стал получать техническое образование, а пошел по собственному пути. В 15 лет Ренат поступил в кулинарное училище в Краснодаре. Вместе с братом они параллельно занимались боксом в центре олимпийской подготовки ЦСКА. Занятия спортом и любовь к кулинарии повлияли на внешние данные Рената. При росте 175 сантиметров его вес сейчас достигает 95 килограмм. В скором времени семейные обстоятельства заставили Акзамов вернуться в Сочи. Отец перенес инсульт и на его восстановление требовались немалой суммы. Братьям рано пришлось стать самостоятельными. Тимур пошел работать поваром в ресторан, а его брат устроился в кондитерский цех. В 2002 году Ренат занял первое место на чемпионате кондитеров в Краснодаре, что подтолкнуло его к переезду в Москву. Акзамов с братом отправились в столицу без связи и денег. Первое время было сложно, не было жилья и работы, но постепенно все наладилось. За первые 6 месяцев жизни в Москве Ренат проработал в 7 разных местах. Он трудился даже бесплатно, чтобы научиться необходимым техникам, так как главным приоритетом для мужчины был профессиональный рост. Началом карьеры в Москве Акзамов считает должность шефа кондитера в ресторане Ностальжи. Там он проработал около 2,5 лет. Позже вместе с бывшим директором Ностальжи Ренат основал кейтеринг-сервис Креатив Кейтеринг. Проект был успешен, а партнерства нет. Акзамов вышел из дела и решил пойти дальше. Первое время кондитер был нацелен на создание собственного бизнеса, но потом решил найти крупную компанию и предложить ей сотрудничество. Таким гигантом стало предприятие Фелли Бейкер. Дирекция компании решила сотрудничать с Акзамовым. Специально под новый проект была кондитерская фабрика Фелли Бейкер Премиум. В производстве продукции используется только натуральное сырье, а также домашние рецепты тортов с кремом из сметаны. Благодаря жесткой концепции продукция кондитерского завода пользуется популярностью по причине безупречных вкусовых качеств. В изготовлении одного произведения кулинарного искусства участвовало 100 сотрудников. При создании тортов перед кулинаром не существовало преград. Это конструкции с шоколадными фигурками, карамельными бриллиантами, шоколадными лабутенами, логотипами и лебедями. Акзамов является самым знаменитым российским кондитером, который разрабатывает торты для знаменитостей. Средняя цена его выпечки 2,5 тысячи рублей за килограмм. Массово популярным кулинарию Рината Акзамова сделала телеведущая Дома 2 Ксения Бородина, которой повар презентовал торт на день рождения. Клиентами Акзамова были Александр Овечкин, Егор Крид, Аня Лорок, Илья Ковальчук, Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Торт для Филиппа Киркорова был выполнен в императорском стиле, его вес составил 400 килограмм. Дети обожают торты Акзамова, оформленные фигурками мультипликационных персонажей. Средний такой десерт весит около 4 килограмм. На фабрике их пекут чаще всего. Кондитер признается, что самое прибыльное направление его бизнеса это свадебные торты. Доход от такой продукции получается в разы выше, так как каждый торт весит от 10 до 100 килограмм. У Рената Акзамова есть официальный сайт, где можно посмотреть примеры работ и сделать заказ. Кондитер зарегистрировал аккаунт в социальной сети, где размещает совместные фото с женой, сыном и своими творениями. Акзамов уверен, что только благодаря социальным сетям, компании удалось заключить контракты по всему миру. Сегодня выпечка Рената Акзамова известна в Японии, Австралии, Америке и Объединенных Арабских Эмиратах. Чемпион России по кондитерскому искусству считает, что человек постоянно должен учиться и что при приготовлении десертов не важны пол, характер, национальность или возраст. Главное это знание и любовь к тому, что ты делаешь. Сам повар ни на минуту не прекращает обучение. Например, будучи на отдыхе на Мальдивах, Ренат Акзамов перенял рецепт приготовления итальянских панеттона, а в Турции научился готовить азербайджанские кутабы. В рабочее время кулинар посещает европейские и азиатские страны, где проходит стажировку. Ренат Акзамов проводит семинары по кондитерскому мастерству, снимается на телевидении, создает кондитерские шедевры, запускает кулинарные проекты. Одним из его детищ стала международная выставка тортов Рената Акзамова. Первым городом, в котором кондитер представил на всеобщее обозрение свои творения, оказалась Казань. Для старта мероприятия кулинар выбрал столицу Татарстана не случайно. Ренат считает Казань своей исторической родиной. Выставка работала месяц с конца 2016 года. В 2018 году торт Рената Акзамова украсил торжество года, свадьбу Никиты Преснякова и Алены Красновой, на которой присутствовали вип-персоны и представители российского шоу-бизнеса. В этом же году кондитер сделал подарок Рамзану Кадырову, торт весом 400 килограмм, который выполнен в виде мечети. В 2019 году Ренат удивил своих поклонников еще одним кулинарным шедевром. Он сделал торт для певицы Клавы Коки, который имел оригинальный дизайн. Три этажа основы, которые украшала фигурка артистки, упаковка попкорна, Оскар и киноленты. Акзамов активно развивает свою сеть магазинов «Народный кондитер». В октябре 2020 года он открыл пять точек в Нижнем Новгороде. Магазины есть также в Москве и Санкт-Петербурге. Еще одно достижение мужчины – книга Акзамов в шоколаде. Еще одно достижение мужчины – книга Акзамов в шоколаде. В ней кулинар делится секретами своего успеха. В конце 2016 года стало известно о запуске проекта на первом канале под названием «Теле-теле-тесто». В шоу кондитеры-любители соревнуются друг с другом в приготовлении десертов. Телеведущей программы была выбрана Лариса Гузеева, а помогали ей Игорь Бухаров и Ренат Акзамов. Программа выходила в эфир с 2017 года по воскресеньям. Еще один телевизионный проект Акзамова – шоу кондитер, который с 2017 года транслируется в эфире телеканала «Пятница». Программа рассчитана на участие кулинаров-любителей, среди которых определяется сильнейшей. В первом сезоне победительницей стала Ольга Вашурина. Эмоциональный стиль общения Рената Акзамова с конкурсантами сравнивают с манерой общения телеведущего кулинарных шоу «На ножах» и «Адская кухня» Константина Ивлева. Популярный кондитер помимо основного шоу появляется и в утренних эфирах, предлагая несложные рецепты в авторской рубрике программы «Утро пятницы». А еще он стал ведущим одного из сезонов шоу «Черный список». Он проверял работу выездных кондитеров, а также специалистов в области нетрадиционной медицины. В октябре 2020 года на телеканале «Пятница» стартовала шоу «Битва шефов» с Ренатом Акзамовым и Константином Ивлевым. Прославленные кулинары отобрали в свои команды по 6 поваров, а каждую серию отсеивали самых слабых участников, чтобы выбрать в финале лучшего шефа. В июле 2021 года стартовал юбилейный выпуск шоу «Кондитер». Ведущий проекта в интервью обещал, что в этот раз он подготовил много сюрпризов для зрителей. К примеру, в одной из серий поварские колпаки надели на себя дети, в другой – звезды шоу-бизнеса. Неизменно оставалось только одно – высокие требования к участникам. Премьерный выпуск показал, что судьи не собирались раздавать шансы и отсеивали претендентов из-за малейших ошибок. Ренат Акзамов с большой охотой делится кулинарными секретами, чем информацией о личной жизни. Известно, что кондитер женат на девушке по имени Лера. У супругов есть сын Тимур. Жена вдохновляет Рената на новые свершения. Семья и любимая работа – главные ценности в жизни мужчины. В честь Леры Акзамов назвал одну из лучших своих работ – фонтан из шоколада и глазури. Сын кондитера Тимур не разделяет любви отца к сладкому. Он с юных лет приучен к здоровому питанию. Ренат не уверен, что наследник захочет продолжить его дело в будущем. В 2019 году вокруг персон Акзамов возник скандал. Прославленный кулинар отправил бывшую любовницу в тюрьму. Женщина по имени Наталья Джурила заявила, что Ренат избивал ее, вследствие чего она потеряла ребенка. Джурила потребовала компенсацию за причиненный физический вред в размере 3 миллионов рублей. Акзамов обвинения отрицал и обратился в полицию. Он заявил, что женщина терроризировала его семью. От Натали поступали угрозы в адрес Валерии и Тимура. Кондитер также рассказал, что изначально экс-возлюбленная обратилась к нему с просьбой о материальной помощи, так как ей нужны были деньги на лечение. Он помог, но этого Джурила оказалось мало, и она начала вымогать большую сумму. Бывшую любовницу посадили в СИЗО. Позже, по решению суда, ее отправили в изолятор на 7,5 лет. При этом Наталья не отрицала того, что угрожала Акзамову. С Натальей Джурила Ренат Акзамов познакомился в молодости в Сочи. У них закрутился роман, но затем мужчина уехал в Москву, где женился на Валерии. О дружбе с Константином Ивлевым Ренат не раз высказывался в интервью. Кондитер сообщил, что они доверяют друг другу, а еще он с уважением относится к профессионализму коллеги. Правда на ринге, как выразился Акзамов, друзей не может быть. Поэтому в передаче «Битва шефов» они действительно сражались по полной. Неудивительно, что аудитория с нетерпением ждала продолжения эпичного соревнования. Второй сезон шоу вышел весной 2022 года, порадовав публику новой порцией жаркого противостояния двух экспертов в области поварского искусства. А осенью пятница представила еще одно шоу «Король десертов», ведущим которого также стал Акзамов. Интересные факты. Любимые десерты кондитера, белорусская сгущенка, итальянское мороженое и шоколад «Литер Спорт» с фундуком. Ренат веду своей профессии несколько раз в день дегустирует торты, поэтому признается, что на кондитерском производстве ему постоянно хочется мяса. По словам Акзамова, свой самый значимый торт он приготовил еще в начале карьерного пути, специально для мамы. Для меня это наиболее звездный и престижный торт в жизни. У кондитера есть хобби – фото и видеосъемка. Самый дорогой торт кондитер приготовил на свадьбу в казахстанском городе Шимкенте. Его диаметр составил 3 метра, а высота 4 метра 20 сантиметров с тележкой. Стоимость кулинарного шедевра 3 миллиона 750 тысяч рублей. Дорогие зрители, обязательно переходите и смотрите самые последние новости у нас на канале, вам точно будет интересно.